девочки всем огромный привет я рада вас приветствовать на своем канале так я вернулась после долгожданной месячной паузы сейчас вам покажу несколько стильных повседневных образов осенних образов которые будут легко применить там для прогулки куда-то с детьми выйти кафе с любимым с друзьями с подружками торговый центр за покупками и так далее все образы будут простые достаточно стильные и как раз актуальны для данного осенне-зимнего сезона 2021 итак поехали образов будет 5 и начнем с первого самого простого я решила его обыграть связанным трикотажным платьем вы его уже у меня видели коричневое платье от бренда киоми я вам его показывала по моему в прошлом году я вот до сих пор ношу мне нравится на свободного кроя абсолютно не облегает фигуру мне нравится его оптимальная длина миди и что мне нравится что поверх вы всегда можете накинуть тренч и какое-то пальто этому может быть какая-то укороченная куртка это может быть какой-то дутый объемный короткий пуховик длинный пуховик это может быть и пиджак это может быть как я уже сказала тренч какая-то джинсовка все что угодно в данном случае к данному образу я решила выбрать пиджак из эко-кожей сара пиджак таком интересном бежево-розовом цвете сюда подойдет хорошо бордовый сюда подойдет коричневый отлично какой-то голубой синий цвет ну и соответственно черный белый как всегда на ноги естественно данный образ я решила обыграть с грубыми ботинками чтобы я не стала брать какой-то каблук я бы не стала брать какие-то кроссовки или кеды мне кажется грубые такие массивные ботинки на объемной подошве сюда подойдут оптимальны всего или же как альтернатива грубым ботинкам возьмем такие же только сапоги соответственно широким голенищем грубые объемные с огромной платформой сейчас вам покажу какие ботинки я имею ввиду вот такие вот коричневые это zara кожаные ботинки они носятся очень легко не натирают ногу 39 размер сидит моей ноге что мне нравится что они высокие не короткие их легко можно скомбинировать джинсами с какими-то брюками за заправить вовнутрь надеть поверх ботинок и соответственно с юбками с платьями миди длины какой-то мини длины макси также будет отлично смотреться мне кажется длина высота ботинок достаточно универсальный их легко можно скомбинировать с любыми элементами одежды в качестве сумки я долго колебалась какую сумку взять и все-таки решила взять сумку от коч она в таком коричнево-баклажанном цвете сюда она подойдет отлично к данному образу весь акцент у нас идет на объемный кожаный пиджак и на голову я все-таки решила надеть шапку она сюда пишется отлично и образ будет еще более стильным и трендовым именно шапка добавляет какой-то стильности завершенности данному образу а а Второй образ я решила обыграть с юбкой. Кто следит за мной в инстаграм, уже видел данный образ. На мне я вставляла фотографии с ним. Я его решила обыграть с такой сатиновой коричневой юбкой меди длины из H&M. Сейчас осенью, мне кажется, сатиновая юбка с каким-то объемным оверсайз джемпером будет смотреться очень стильно. Поверх я накинула такой вот горчичный свитер из H&M. Это H&M Premium. Я уже про этот свитер вам рассказывала в прошлом году. Изумительный. Я не перестаю его носить. Он очень теплый. Здесь, по-моему, большинство состава шерсть. И с данным свитером ничего не происходит после стирки. Если он немножко скатывается, то после стирки все эти катышки исчезают. У него высокая горловина. Мне нравится, что в нем действительно тепло. И красивый цвет какой-то неизбитый. Просто бежевый или, не знаю, белый. Вот такой горчичный. Прекрасно будет сочетаться с данной коричневой юбкой. И поверх я решила накинуть пальто из Zara. Я вам его тоже показывала, по-моему, кажется, весной или, может быть, даже осенью. Я уже точно не помню. Она обычного прямого кроя, оверсайз. И, честно сказать, качество так себе. Я бы вам не советовала ее убрать. Оно легко скатывается. Но все эти катышки убираются. Но, честно, за такие деньги мне было не жалко его взять. Это чисто как комбинацию для каких-то образов. В целом, я его не ношу так часто. Стараюсь его надевать на работу. Потому что мне удобно. Он простой. Мне его не жалко. Итак, на ноги я опять же решила взять грубые ботинки. Опять те же ботинки из Zara. То, что я вам только что показывала в первом образе. И в качестве сумки она пишется и по цвету, и по всему остальному. Это будет сумка от Max Mara. Я вам ее как-то тоже уже показывала в Instagram. Сумка кожаная. Такой небольшой клащ. Даже можно назвать радикюль. Достаточно вместимая. Что мне нравится, что у нее есть короткая ручка. Можно повесить на плечо. Есть длинная цепочка. Можно через плечо. Можно также на плечо. Выглядит супер. Цвет коричневый, который я люблю. Такой не темно-коричневый. Не совсем бледный бежевый. Универсальный. Который подойдет практически ко всему. Субтитры подогнал «Симон» для следующего, третьего образа я выбрала джинсы. Образ обыграю вот с такими вот синими джинсами из манго. Джинсы отлично сидят свободного прямого кроя. Джинсы можно подвернуть внизу, если вы используете каблук, или, возможно, там какие-то грубые ботинки, или сапоги, или же расправить, если вы носитесь с кедами или с кроссовками. Данный образ я решила обыграть более женственным верхом. Сюда я добавила женственную блузу. Это Zara. Данная блуза мне понравилась своим цветочным принтом и сочетанием коричневых, бежевых и голубых оттенков. Все, как я люблю. Цвета, которые не режут глаз. Поверх на данную блузу я надену шерстяной вязанный топ. Это тоже манго, как и джинсы, кстати. Данный топ сейчас актуально так носить. Под низ вы надеваете или какую-то рубашку, или, может быть, водолазку, или какую-то блузу. В данном случае у меня блуза. Смотрится очень стильно. Низ вверх у меня получился таким более, скажем, притален, более женственным. Низ, соответственно, более объемным за счет объемных джинсов. И поверх я решила накинуть все-таки пиджак из Zara. Поскольку я живу в таком регионе, где не так уж холодно зимой, сейчас порядка 15 градусов, я могу себе позволить такой образ. Просто пиджак и под низ какую-то блузу с топом. Соответственно, где у вас 5 градусов или 0 градусов, вы уже так не походите, сверху надеваем эко-шубу или, возможно, какое-то шерстяное пальто или стеганое теплое пальто. Тогда, наверное, вам будет не холодно в таком образе. Сюда в качестве обуви я добавила, опять же, грубые ботинки из Zara. Сумку. Сейчас я вам покажу одно из последних приобретений. Это сумка из Zara. Джинсовая сумка. Мне она очень понравилась своим кроем, своим дизайном. И действительно, очень стоящая вещь. Я вам показывала как-то, по-моему, в каком-то видео сумку багет из манго. У нее была абсолютно жуткая обработка вот этой цепочки. Здесь совсем другое Zara. Хотя, мне кажется, вещи из манго более достойные, чем из Zara. Сумка смотрится отлично, особенно с какими-то джинсами или с добавлением какого-то синего-голубого цвета. И на голову, если вам холодно, вы можете всегда надеть шапку. Я возьму коричневую шапку из первого образа. Мне будет тепло, и образ получится очень стильным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но сегодня получилось какое-то исключение. Видео исправил, скажем так. И я вам показываю еще один образ с платьем. Платье это тоже Zara. Платье очень интересного кроя. Вверху до пояса оно достаточно объемное. И внизу, соответственно, обтягивает фигуру. В коричневом цвете, под низ, чтобы было не холодно. Вы всегда можете взять какие-то теплые шерстяные колготки и поверх какую-то водолазку. Или, может быть, теплую футболку. Или что-то подобное. Какой-то легкий джемпер шерстяной. В данном случае я взяла голубую водолазку из Zara. Она мне уже, по-моему, пару лет. Я ее до сих пор ношу. Мне нравится голубой цвет. Он не яркий. От него глаз не устает. Не надоедает. Сюда поданное коричневое платье водолазка впишется отлично. На ноги я, опять же, добавлю грубые ботинки из Zara, которые я вам уже только что во всех других образах показывала. И в качестве сумки я, опять же, возьму синий джинсовую зумку из Zara, из прошлого образа. Поверх, чтобы не замерзнуть. Вы, опять же, можете сюда добавить либо шубы, либо какое-то теплое шерстяное пальто. Или, может быть, какое-то стеганное пальто. Я взяла пальто из H&M Premium. Я вам уже его тоже много раз показывала. Я до сих пор его ношу. И оно было и остается моим фаворитом. Пальто это шерстяное. Оно не скатывается, с ним ничего не происходит. Оно не теряет формы, отлично сидит. И в нем действительно тепло. Пальто сюда впишется супер. Еще с грубыми ботинками и стильной джинсовой сумкой будет выглядеть просто супер. И последний пятый образ. Джинсы, на мой взгляд, один из самых сильных сегодня. Я обыграю с широкими прямыми джинсами. Это Zara. Они в таком молочном, даже немножко светло-бежевом цвете, скажем так. Джинсы я внизу подвернула, потому что они длинные и будут волочиться по земле. Я не люблю, когда они стираются. Вид сразу же становится неопрятным и некрасиво. Данные джинсы я обыграю с белой водолазкой, которую вы меня тоже сто раз видели. Поверх водолазки я надену молочный и вязаный топ. Сочетание цветов мне очень нравится. Топ подходит по цвету к джинсам. На ноги я надену свои белые кроссовки от Nelly, которые я вам тоже уже много раз показывала. Хочу что-то подобное, но в более дорогом варианте. Но пока буду довольствоваться этими. Тем более сейчас зима, я думаю, сапоги или какие-то ботинки я буду носить чаще. Опять же, я сюда возьму джинсовую сумку от Zara. И все это решила обыграть сверху не каким-то объемным пальто или, может быть, шубой. Сверху я решила накинуть пиджак Mango. Он сюда пишется отлично по цвету. Особенно с молочным цветом будет смотреться здорово. Опять же, поверх вы можете сюда накинуть какую-то эко-шубу или какое-то пальто теплое. Это также будет уместно, как многослойность. Многослойность, как была, так и остается актуальной. И сейчас, в осенне-зимнем сезоне 2021. Так что вы можете не переживать, смело носить. И все это будет смотреться очень стильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, на этом все. Мои пять образов я вам сегодня продемонстрировала. Если вам что-то понравилось или не понравилось, пишите внизу в комментариях. Я надеюсь, мы увидимся с вами в ближайшее время. Я постараюсь снять какие-то еще осенние, осенне-зимние образы. Всем я вам желаю хорошего солнечного дня. Оставайтесь здоровыми. С вами была ваша Маша. Всех целую и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!